Женщина потеряла ребенка в результате кровавого ДТП неподалеку от Симиртау. Несколько дней назад в поселке Актау бывший сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на полной скорости переехал двух девушек. Одна из них потеряла способность самостоятельно передвигаться, вторая находится в тяжелом состоянии в реанимации. В обстоятельствах этого страшного ДТП разбирался Марк Брюшко. Бакыт у Азера надолго запомнит поход в больницу. Ее родственнице Бакытгуль Куандык нужно было пройти обследование в местной клинике. Женщина была на пятом месяце беременности. Тем утром в поселке почему-то плохо ходили автобусы. Погода стояла теплая, потому женщины решили не дожидаться общественного транспорта, а пройтись пешком. Несчастье грянуло словно гром среди ясного неба. На огромной скорости на женщин начался автомобиль. Одной удалось увернуться, а вот беременную жительницу Актау машина протащила под собой несколько метров. После того, как он нас переехал, не стал даже прощения просить. Вышел из машины, смотрит на нас, улыбается и молча курить продолжает. Даже не посмотрел, что мы рядом с машиной лежим все в крови. Если бы не таксисты, мы на улице остались бы лежать и умерли бы. Да, праведливости вообще нет. Но и Бакыт не смогла остаться целой и невредимой. Девушка получила перелом ноги, теперь не может самостоятельно передвигаться. Бакытгуль же в результате тупой травмы живота потеряла ребенка. И сейчас находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации центральной больницы Тимиртау. У потерпевшей сломаны почти все ребра. Разорвана селезенка и правая доля печени. Ее родственники не могут сдержать слез. У пострадавшей уже есть трое маленьких детей, которые могут потерять мать. Теперь место происшествия обозначили несколькими кирпичами, чтобы все знали о случившемся. Заместитель прокурора Нуржан Суралиев приехал в поселок, чтобы успокоить родственников пострадавших. Мужчина рассказывает, что меры в отношении преступника уже применили. Сейчас данный факт зарегистрирован в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях у ВД города Тимиртау. По нему проводится доследственная проверка. И на сегодняшний день уже все предпосылки для возбуждения уголовного дела по статье 296 УК Республики Казахстан имеются. Виновником ДТП оказался бывший сотрудник правоохранительных органов. Вячеслав Амельченко в органах проработал более 20 лет. Буквально в начале лета мужчина вышел на пенсию. Пострадавшие боятся, что виновник ДТП бывший полицейский останется безнаказанным. Однако представители органов внутренних дел говорят, что уголовное дело в отношении горе-водителя уже возбуждено. Автомобиль помещен на штрафную стоянку. Человек освидетельствован в таких случаях сразу освидетельствует на наличиалке или в крови. По факту управления транспортом подложенными номерами составлено административный протокол по 461 статье части 3 прим 3. Когда наша съемочная группа приехала в наркологический диспансер города Тимиртау, результаты анализов, взятых при освидетельствовании преступника, были уже готовы. По рассказам врачей, когда Вячеслав Амельченко был доставлен к ним, от него за версту пахло алкоголем, а в его действиях прослеживалась некая заторможенность. Так как был совершен наезд, то у него были взяты биосреды, то есть кровь моча на содержание этилового спирта в организме. И вот пришли результаты биосред, то есть по результатам крови мочи у него заключение выставлено алкогольное опьянение легкой степени. Становится действительно страшно от того, что подобное происходит в наш с вами век, век всеобщего развития. Если ситуация и в дальнейшем не изменится своего места, родственники пострадавшей будут обращаться в вышестоящие органы. После этого действительно задумаешься, так есть ли на свете справедливость. Марк Бышко, Тульген Рашитов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский.